Подставьте, пожалуйста, по 10-балльной шкале. Привет, привет. Так, ждем. Меня слышно вообще, нет? Напишите что-нибудь в чате. Слышно. Спасибо, Светлана. Так, ну, другие пуска пока подтягиваются. Мы давайте начинать. Всем привет, гордый Чебоксар. Меня зовут Пешков Олег. Сегодня у нас вебинар посвящен запуску. Как эффективно стартовать, какие задачи у наших партнеров в МД-21, как построить большую команду. Ну и, конечно, что нужно делать, чтобы зарабатывать здесь деньги. Смотрите, на самом деле, первое, с чего нужно начать, наверное, каждому человеку, это понять, да, что ты хочешь. То есть, зачем ты пришел сюда вообще, зачем ты зарабатываешь деньги, зачем ты идешь на работу, да, если ты туда ходишь. То есть, в любом случае, многие люди знают, когда они идут на работу, они идут за зарплату. То есть, да, получают зарплату и потом, я не знаю, купить себе что-то, может быть, оплачивать счета и так далее. Но если ты хочешь закрыть счетах все, долги, то есть, начать зарабатывать хорошие деньги, не зарплату получать, а зарабатывать хорошие деньги, то тебе уже к нам, да, то есть, какие мечты ты хочешь осуществить. Может быть, тебя интересуют бонусы, тусовки, мероприятия, может быть, ты хочешь хорошо путешествовать, да, и не один, а вот целой командой. Вот сейчас как раз мы приехали с круиза, где было только на одном корабле три тысячи человек. Признание, может быть, ты хочешь саморазвитием заниматься. Может быть, тебя интересует авто, то есть, у тебя есть автомобильные мечты, но ты понимаешь, что стоит достаточно много денег, да, накопить, конечно, это очень сложно сейчас, но здесь есть возможность автомобильной программы, где тебе дают деньги на автомобиль. Что ты хочешь? С чего я начал? Я вообще, когда сюда пришел, я начал с простых действий. Я вначале, вот сделал такой список на год, да, то есть, 10 желаний основных, которые я хочу реализовать с помощью этого бизнеса, да, с помощью этой деятельности. И там, знаете, там были банальные вещи. Это купить хороший телефон, купить хороший ноутбук, купить дорогую одежду хорошую, да, то есть, там, где я обычно покупал на тот момент, да, это был рынок или еще что-то, а купить брендовые хорошие вещи. То есть, мне элементарно не хватало, то есть, на банальные вещи. Вот. И это были первыми желаниями, которые я хотел реализовать. Поэтому, вот, запишите сейчас задание, написать 10 важных желаний на год, которых вы хотите реализовать. Вы поймете, когда вы даже написываете такие мелочи, там у меня был автомобиль с стоимостью 150 тысяч, да, и так далее, потому что у меня тогда доход был 8 тысяч в месяц, ой, 12 тысяч в месяц, да. Я понимал, то есть, на машину я буду купить долго. То есть, я не смогу вот так вот раз и купить. И, то есть, список желаний вот этот, вроде так мало, да, то есть, 10 пунктов, но я понимал, что за год более чем реально все это купить. Я написал сумму, сколько мне нужно заработать за этот год. То есть, это свободные деньги, которые я готов потратить на свои желания. Но, смотрите, да, то есть, к чему я вас сразу готовлю? У нас есть плюсы и минусы, ну, то есть, бизнес. Какой минус, да? То есть, первый день денег не увидите. Первый месяц работы. Но есть хороший большой плюс, ваш доход может постоянно увеличиваться, постоянно расти. Давайте просто приведем аналог, сравнение с работой по найму. Кстати, поставьте цифру 5, кто работает по найму сейчас, да, то есть, иметь какой-то стаж, да, то есть, возможно, эта работа, то есть, вам досталось по профессии, я не знаю. То есть, вот цифру 5 сейчас поставьте, кто вообще работает. На работу ходит по найму. Цифру 5. Отлично, спасибо. Ну, вы согласитесь, да, то есть, на работе есть плюсы и минусы. Ну, основной минус, как я считаю, это, смотрите, ты вот устроился, да, то есть, получаешь месячную зарплату 30 тысяч, например, это очень хорошая зарплата, например, в нашем городе, да. У нас я, конечно, маленькая, но у нас это очень хорошее. И самое интересное, что ты вынужден подстраивать качество жизни под этот уровень зарплаты, потому что ты каждый месяц будешь получать одну и ту же сумму. И ты вынужден, да, то есть, считай, так, мне нужно 5 тысяч заплатить за квартиру, там, за телефон, там, может быть, тысячу рублей, за интернет, да, то есть, на дорогу у меня уходит, только-то на одежду покушать, то есть, и ты понимаешь, и ты начинаешь все считать. И когда мы говорим уже про получать удовольствие от жизни, это путешествовать и так далее, вот здесь-то и приходится, да, то есть, у меня даже у друга есть фраза, отдых в кредит никогда не повредит, да, то есть, он брал кредит, чтобы ездить отдохнуть, и потом зарплату, то есть, оплачивал. То есть, так было гораздо проще. Вот. А традиционный бизнес, то есть, ты, скорее всего, начнешь с минуса, ты готов, должен быть уйти в минус, даже если у тебя, возможно, не требует стартового капитала, у тебя какой-то гениальный проект, но ты должен готов уйти в минус, потому что, как только, даже если ты запускаешь новый, то, чего еще нет, да, в это же время сразу появятся конкуренты, которые увидят это и запустят то же самое. И чтобы с ними конкурировать, да, и запись идет, тебе придется по-любому вкладывать деньги, чтобы быть лучше, да, в систему, в развитие и так далее. В чем уникальность нашего бизнеса? Да, ты сразу деньги не получишь, но, смотрите, что происходит с твоим доходом? Первый месяц, там, может быть, первый каталог. У нас, кстати, работа идет каждые 3 недели, то есть, каждые 3 недели подводится отчет, отчет, и мы получаем деньги на расчет на счет 2. Смотрите, во-первых, одно из преимуществ – 17 доходов в год, не 12, а 17. Во-вторых, да, то есть, вначале ты будешь получать маленькую сумму, но зато через какое-то время этот доход увеличится и будет увеличиваться с каждым разом. Вот, я здесь просто показал такой пример, то есть, я просто сам написал цифры, сколько ты можешь там зарабатывать, но вообще этот рост происходит обычно быстрее. Я хочу показать пример одного из лидеров. Смотрите, у нее вот тут вот колоночка справа – доходы. Первый месяц – 0 рублей, первый каталог, потом 1900, потом 3600, потом 9, потом 12, потом 9, потом 18, 9, 13, 30, 44, 36, 39, 41, 47, 60, 65, и уже 17-й каталог, да, это доход 142 тысячи за 3 недели. Вот теперь скажите мне, пожалуйста, что лучше? Получать стабильную зарплату 30 тысяч рублей в месяц или получать вот так вот вначале нестабильно, но зато твой доход будет увеличиваться и в итоге он может быть не 30 тысяч, а 140 тысяч рублей. Вот что вам ближе? Вот я считаю, это большое преимущество нашего бизнеса, потому что ты вроде делаешь одну и ту же работу, но твой доход постоянно будет увеличиваться. Это очень важно, потому что если нет развития, как правило, человек становится неинтересным, а здесь ты сможешь постоянно развиваться. и есть такое понятие, может быть, слышали, треугольное достижение целей. Мы учим этому своих бизнес-партнеров, новичков, почему? Сейчас объясню. Потому что все проходят этот этап, и вы должны к нему быть готовы. Смотрите, вы пришли в этот бизнес, вы поставили себе цель, написали какие-то задачи, вы хотите, вы понимаете, что это реально, вы увидели здесь деньги, так же, как и мы, и начали что-то делать. Первое, с чем вы столкнетесь, конечно, вы столкнетесь с барьером, то есть они будут по-любому. Что такое барьеры? Это незнание, это нет опыта, это трудности какие-то. То есть, логично, когда ты занимаешься новым видом деятельности, ты всегда сталкиваешься с трудностями. Я уверен, когда вы шли на работу, вы тоже сталкивались с трудностями. Вроде в теории одно, а на практике совершенно все по-другому. Трудности те, которых тебе никогда не рассказывают. И самое интересное, что тебе помогает вылезти из этих трудностей. Я обещаю вам, что не будет получаться. Люди будут отказывать и будут какие-то ситуации сложные, где вам нужно будет что? Просто делать действия. Смотрите, чем больше будете делать действия, тем больше у вас будет опыта и навыка. Я тоже не родился таким, чтобы мне бизнес не перешел по наследству. Мне не читали книжек по бизнесу на ночь. Я сам здесь развивался и просто с помощью действий каждодневной работы у меня появились способности, так же, как и будет у вас. То есть у вас будут появляться способности, навыки, вы сможете понять и научиться этому бизнесу и делать его легко. Когда вы будете достигать своей цели? Многие совершают ошибку. Какую? То есть, когда у них что-то не получилось, они говорят, ну, это, наверное, не мое. Друзья, ну вот представьте, девочки, да, то есть, особенно вы. Представьте, если бы вот парень, там, я не знаю, в 16 лет пригласил девочку на свидание, и девочка ему это отказала, сказала, нет, то есть ты мне не нравишься, как бы не хочу. И представьте, что парень такой, да, себе сказал, ну все, я больше не буду с девочками, встречаться это не мое, что-то мне не подходит. Ему отказали, трудности, он столкнулся с трудностями. Скажите, пожалуйста, что бы сейчас было в мире, да, то есть, ну это же глупо звучит. Или там, представьте, маму, которая учит ребенка ходить, ребенок идет, у него не получается, он упал, опять встал, пошел, упал, ему мама говорит, слышь, там, малыш, там, Сереженька, это не твое, перестань ходить, ползай лучше, это у тебя лучше получается. Глупо, согласна, да, то есть, вы по-любому будете сталкиваться с барьерами и трудностями, их нужно преодолевать с помощью работы. То есть, вам нужно будет дальше делать, не получается, ты все равно делаешь, пока не получится, пока не научишься. Фильтры на пути, да, то есть, с которыми вы столкнетесь, хочу сразу надеть на вас бронежилет, чтобы вы понимали, то есть, что с этим сталкиваются все. Смотрите, социальное зеркало, да, это первый фильтр, с которым вы столкнетесь. Над вами будут смеяться, вас будут отговаривать, и только потом вами будут гордиться. гордиться. Самое интересное, что, вот, когда я пришел в этот бизнес, надо мной сменялись, моя родная сестра сменялась. Потом она мне пыталась отговорить от этого всего. Но сейчас она гордится мной, да, и даже если вы зайдете к ней в инстаграм, она пишет, лучше брат. Хотя до этого у нас не было таких теплых отношений. Почему? Потому что бизнес сблизил, одна работа, одни действия. Вот я хочу, чтобы вы поняли, да, что чем бы вы ни занялись, вас будут отговаривать люди, потому что они еще не понимают, чем вы занимаетесь. Ну, даже вот представьте, вы решили заняться традиционным бизнесом и вложились там, один миллион рублей, заняли в банки и вложили эти деньги. Скажите, неужели не появится из ваших знакомых, которые вам скажут, это все фигня, ты прогоришь, даже не пробуй. Обязательно появятся такие люди. То есть, это нормально, да? Вам нужно включить инвестиционное мышление, да, для того, чтобы, то есть, вы понимаете, что вы работаете на перспективу, то есть, вы создаете бизнес и инвестиционное мышление работает очень интересно. То есть, если вы видите мозгами, да, а не глазами здесь деньги, тогда вы зарабатывать будете очень много. Вот, я говорю, благо мне ума охватило в 16 лет увидеть здесь деньги, потому что уже свои 24 года я посетил порядка 6-7 стран. Я поменял 4 автомобиля, 2 одних с автосалона. Сейчас готовлюсь к покупке новой. Да? То есть, я уже давно не завишу от родителей. Мой же, мой ежемесячный доход составляет 150 тысяч рублей в месяц. Скажите, дали бы мне работу за зарплатой 150 тысяч. У меня нет ни связи, ни плата. То есть, только благодаря тому, что мне хватило мозгов увидеть это здесь. У вас должен быть внутренний стержень, его нужно в себе развивать. И вопрос, задайте себе, сколько за собой человек могу повести своих знакомых, сколько людей за вами пойдут. Тоже интересный вопрос. Итак, переходим к функциональным задачам. Это уже основа основ. Смотрите, что от вас требуется, что требуется от меня даже. То есть, это делаю я тоже. Смотрите, первое, вы будете строить команду, это основная задача. Будете подбирать кандидатов каждый день, 80% времени тратить на это, для того, чтобы создать свою сеть партнеров. Второе, вам нужно выбрать способ развития бизнеса. 50 баллов, 100 баллов, 150 баллов, или 250 баллов. Вам нужно обучаться, посещать вебинары и смотреть обучающие видео по бизнесу. Вы сейчас зашли на вебинацию, если вы обучаетесь. Вопрос, сколько на следующей неделе в 19 часов вечера зайдут на этот вебинар ваших новичков? Это уже другой вопрос. Сопровождать этих новичков, то есть, индивидуально, быть активным в чате, приветствовать новичков, поздравлять с новыми достижениями и так далее. Ваша основная задача стать ключевым партнером для того, чтобы зарабатывать здесь деньги. Что такое строить команду? Смотрите, вначале вы будете строить команду с наставником. Будете там регистрировать человека 10 в одну команду вместе, да, и, конечно, не все сразу будут активными. Ваша задача, да, то есть, выявить как раз из них активных. Но не все же в школе были отличниками, да, то есть, кто-то хотел преуспеть, а кто-то не хотел. Вот, здесь будет то же самое. Вместе со своим наставником будете строить команду для того, чтобы вы научились привлекать людей, сопровождать их, максимально быстро выросли по карьерной лестнице. Вот, это наша основная задача. И потом вы будете запускать вторую команду, третью команду. У вас будет много команд разных. Вот у меня сейчас четыре команды, это директора, у них есть свои директора, и здесь у меня еще есть несколько команд, которые я сейчас запускаю, да, в развитие. То есть, моя задача, чтобы они стали как минимум директорами, начали зарабатывать вот 40 тысяч и более. И, найти денежку, то есть, сколько вам надо. Все очень просто. И когда вы будете строить команду, вам будут отказывать люди, я обещаю. То есть, будет такое, что вам, то есть, ну не все же скажут да, я говорю, ну не все же девушки говорили да, например, да, то есть, это как бы нормально, когда люди отказывают. Будут люди, которые скажут да, но потом не будут брать руки, отвечать на свои вопросы. Я думаю, даже когда зовешь друзей на подкусовку, они говорят, да, я пойду, но потом сволочи не едут, да, то есть, кидают тебя. Такое тоже бывает. Будут люди, которые ничего просто не будут делать. Пессимисты же бывают такие, да, в компаниях. Будут люди, которые скажут да, и будут активны. Вот нам нужны такие люди, которые скажут да, я готов с тобой работать, я хочу, я буду вместе с тобой это делать. С такими людьми гораздо приятнее работать. Что такое способ развития? Смотрите, вы выбираете любой способ. У нас есть правило команды, и оно начинается активаться от 50 баллов, то есть способ развития. Как это выглядит? Смотрите, ты делаешь заказ на 50 баллов, это от 2000 рублей, напрямую в интернет-магазине, через свой личный кабинет. Преимущества, какие у тебя оптовые скидки 20%, на все, что там есть. Второе, у тебя сохраняется твой личный кабинет, и все, что создано. Например, я посчитал 6 каталогов работы, это где-то 4,5 месяца. Первый каталог, ты сделал 50 баллов лично, ты один, сделал заказ на 2000 рублей, доход у тебя 0 рублей. Что потом? Потом у тебя второй каталог работы, ты пригласил за 3 недели троих человек, и так получилось, что они все активировались по 50 баллов, как правило, они повторяют за тобой, это объем 8 тысяч рублей, твой доход 300 рублей. Потом 24 человека, то есть 12, 24, 216, это уго, смотрите, да? То есть на 6 каталог, за 4,5 месяца, твой объем составляет групповой, групповых покупок 432 тысячи, твой доход 40 тысяч рублей. Но только при условии, что ты будешь делать потом 150 баллов на личный номер, да? Если ты делаешь 100 баллов, преимущество это кэшбэк дополнительно 5%, ты получаешь возврат денег, плюс подарки стоимостью 15 тысяч рублей за 4 периода. Обратите внимание, здесь уже, да, то есть чем больше товароборот, тем больше прибыль, конечно. Вот здесь, например, 288 тысяч, что доход от 25 тысяч рублей. Также по 3 человека, но объем, обратите внимание, просто начинается от 100 баллов. Если ты выбрал самый выгодный вариант, это объем от 150 баллов, это 6 тысяч рублей заказ, это только первый раз. То есть в следующий раз он будет меньше, меньше и меньше. Обратите внимание, то есть ты получаешь персональный сайт, который тебе поможет привлекать людей, и ты будешь получать доход от всей своей команды из-за своего личного заказа. Что произойдет тогда? Смотрите, тогда уже на пятый каталог, это 4 месяца работы, ты получишь свой доход от 40 тысяч рублей. Но каждый каталог ты должен хотя бы находить по 3 человека в течение 5 каталогов. То есть это порядка 15 человек ты должен найти за 5 каталогов. Скажите, когда тебе нужны деньги, можно это сделать? Вот когда тебе это очень надо, то ты это по-любому сделаешь. Вот сейчас у нас, например, товарооборот команды составляет 4 миллиона рублей. 4 миллиона рублей. То есть вы понимаете, да, что 432 тысячи, это как бы, ну, еще только стадия развития, только начало. Да, потом будет миллион, 2 миллиона, 3 миллиона и так далее. То есть ты будешь постоянно в развитии. Почему мы все покупаем у себя? Ну, потому что, включите мозг, мы все всю свою сознательную жизнь тратим деньги на продукты. На продукты личной гигиены. Мы ходим в магазин, отдаем им деньги. Каждый выбирает свой магазин, каждый выбирает, сколько ему денег отдавать. Но взамен мы получаем товар. Согласна, да? То есть мы всю сознательную жизнь тратим деньги ради товара какого-то. Но смотрите, в чем уникальность этой индустрии? В том, что люди, покупая себе, начинают зарабатывать деньги. То есть мы также здесь отдаем свои деньги, но в ответ мы получаем не только товар, но еще деньги, прибыль, процент с покупки. И ни один вид индустрии вам не даст возможность зарабатывать со своей покупки сейчас. То есть покупая, вы зарабатываете. Теперь вот скажите мне, пожалуйста, вот я взрослый человек, я взрослый парень, да, то есть у меня есть деньги, я хочу зарабатывать, я понимаю, что я иду в магазин, покупаю товар, а взамен ничего не получаю. Но если я посоветую там также друзьям, они сходят, что-то купят, они мне тоже ничего не заплатят взамен. И тут я начинаю понимать, зачем мне тратить на это время, да, тратить деньги и отдавать чужим людям, когда я могу покупать через свой кабинет и платить самому себе, даже со своей покупки. Потому что в среднем уходит то же самое. Вот у меня там на покупку уходит, то есть оплачиваю ежемесячно, я три с половиной тысячи. Это для себя, да, то есть это протеиновый коктейль, витамины и так далее. То есть все очень просто. Если мы говорим про активность, да, то есть как ее проявлять? Смотрите, вы все есть в чате новички, вам нужно быть активным, постоянно в движухе, каждый час заходить в этот чат и смотреть, что там происходит. Вы должны быть на связи, вы должны быть активным, вы должны быть в движухе, понятно, да? То есть вы должны постоянно получать информацию для того, чтобы не отставать. Если вы не можете зайти в чат, у вас нет времени, ну, ходите на работу, получайте свою зарплату и живите себе в удовольствии. Да, то есть значит вам этот бизнес не нужен. То есть вам нужно будет обязательно заходить. То есть если вы хотите все изменить, хотите жить чуточку лучше, зарабатывать больше, путешествовать, то есть в принципе иметь тот стиль жизни, который есть у нас, тогда вам нужно заходить в чат, вам нужно тратить на это время, иначе ничего не получится. И когда мне задают вопрос, Олег, а сколько времени у меня уйдет на этот бизнес? Я говорю, слушай, а сколько ты хочешь получить в ответ? Вот сколько отдашь, столько взамен и получишь. Все зависит от того, как быстро ты хочешь этот результат, то есть как быстро ты хочешь получать здесь деньги. Чем больше времени ты затратишь, тем быстрее будет твой результат. Вот у меня вопрос к вам, а как быстро вы хотите результат? Сколько вы готовы тратить? Когда я начал, я учился, занимался спортом, и только свободное время от спорта и от учебы я тратил время на этот бизнес. У меня рост был не совсем быстрый, но когда я понял, что я могу здесь очень хорошо зарабатывать, и мне не надо будет идти на работу после учебы, то есть мне не нужно будет, знаете, да, тратить время на то, что в результате меня ни к чему не приведет. я начал тратить время больше, я просто временно отказался от спорта, временно, да, вот, и, то есть у меня начал результат идти еще быстрее, потому что я больше начал затрачивать время. Да, потом я вернулся к спорту, но уже к более качественному, это более, это хороший спортзал, да, это все, ну, другое, там, персональный тренер и так далее. Поэтому обратите внимание на то, сколько вы готовы тратить, то есть, чтобы получить взамен. Что вы как минимум получите? Это хороший доход. Как минимум вы получите хороший доход, да, но все опять-таки, то есть остается за вами. И понравилась картинка Джек Мана, да, кто знает, это самый богатый китайский бизнесмен. Твое отношение к работе и решения, которые ты принимаешь, важнее, чем твои способности. Короче, он, если я не ошибаюсь, запустил как раз-таки Alibaba Group, называется там. Вот. Ну и, конечно же, да, то есть все эти возможности, которые мы предлагаем сегодня, посмотри просто, как живут лидеры нашего бизнеса, посмотри на то, как мы сезли отдохнуть, за счет компании, посмотри просто тот стиль жизни. Если тебе это подходит, вкладывай свое время, отдавайся этому бизнесу и результат не заставит ждать. Ну что, друзья, я надеюсь, вам было полезно и за 25 минут мы справились. Я надеюсь, вам было все понятно, все, что вам нужно сейчас сделать, поэтому приступайте к работе. Идеального времени никогда не наступит. Всем пока-пока. Пока. Пока. Пока.